Доступная среда по-прежнему остается недоступной. Хотя за время действия программы в набережных челнах появились новые пандусы и тактильные плиты, но передвижение по городу людям с ограниченными возможностями здоровья они облегчают лишь отчасти. В этом убедился активист Общероссийского народного фронта, который вышел на проверку объектов здравоохранения вместе с нашей съемочной группой. С какими трудностями сталкиваются инвалиды, Рустем Сафин знает не понаслышке. Активист народного фронта сам имеет проблемы с здоровьем. Объектами проверки стали три медицинских учреждения. БСМП, инфекционная больница и детская поликлиника номер два. Буквально через пару месяцев в них должны завершиться все работы по обеспечению инвалидам доступной среды. На что в 2015 году этим трем учреждениям было выделено из федерального бюджета более 2,5 миллионов рублей. Одна из статей расхода – специализированные туалеты. Их не оказалось ни в одном здании. В инфекционной больнице сообщили, что они на самом деле есть, но только в планах. В детской поликлинике номер два санузел был, причем свеже отремонтированный, но только для обычных посетителей. Попытка попасть в него на инвалидном кресле не увенчалась успехом. Даже не влезла себе. Посмотрите, может быть там есть площадь для инвалидов. Но ничего подобного здесь не оказалось. Представителю Народного фронта предложили уточнить информацию о администрации, которая находится на втором этаже. Вот только не подсказали, как подняться туда по ступеням на инвалидной коляске. Зато в БСМП нужная нам табличка нашлась быстро. И даже зайти в помещение удалось беспрепятственно. А вот воспользоваться не получилось. Это для мужчин, это для женщин, а для инвалидов нет? Для инвалидов не знаю. Будем искать сейчас. К слову, на место событий тут же подоспели сотрудники больницы. Правда, не с предложением помощи, а с возмущением по поводу съемки в помещении. На вопросы об удобстве передвижения инвалидов в больнице заместитель главного врача ответить не смог. Еще одно обязательное требование для медицинских учреждений – наличие кнопки вызова персонала, чтобы человек на инвалидной коляске, находящийся без сопровождения, мог беспрепятственно заехать в здание. И такие были во всех трех проверяемых объектах. Вот только почему-то медперсонал на сигнал никак не реагировал. Кроме того, у второй детской поликлиники предназначение этой кнопки вообще вызывает сомнения. Например, попасть по звонку в БСМП или в детскую поликлинику человеку с ограниченными возможностями здоровья оказалось просто невозможно. Заехать не получается, еще раз попробую позвонить. Может, поможет кто-нибудь. То ли сигнал не работал, то ли человека на коляске сотрудники медучреждений просто игнорировали. Но в помещение удалось войти только с помощью посторонних, но неравнодушных людей. Среди положительных моментов – наличие во всех проверяемых объектах пандусов, поручни и тактильных плит, причем выполненных по ГОСТу. Уклон соблюден, но в принципе удобно, хорошо. Удобно здесь. Активист Общероссийского народного фронта зафиксировал все нарушения и неудобства, с которыми пришлось столкнуться человеку в коляске в ходе рейда. По итогам проверки будет проведено собрание в региональном штабе ОНФ в Казани. Позже пообещали активисты со всеми документами ознакомят и правительство Российской Федерации. Ольга Шапкина, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.